Всем привет! Сегодня был на ремонте сварочный аппарат Ресанта 160ПН. К сожалению штатива в наличии у меня не было с собой, поэтому ремонт на видео не снимал. Сварочник повидавший виды, весь пыли, тут вот какое-то видимо залитие было, также вот в этой области было много пыли, по всей видимости тоже залитие было. Сварочник, такое ощущение, как будто прям на него резали или варили. Возможно из крака это попало и здесь что-то коротнуло. Так, данное видео снимаю, чтобы поделиться с вами, что может быть, что может сгореть в данном сварочнике, как это ремонт. По плате моделька GP92, наклеечка наклеена. Данный сварочник уже ремонтировался не один раз до меня. И вот сейчас приехал ко мне. То есть эта дорожка уже восстановлена до меня. Вот здесь вот восстановил я дорожку, отгорела. Также отгорела дорожка вот с той стороны. Там к ней не подлезть, поэтому проводочком кинул в эту сторону. Он вот сюда приходит. Также был сгоревший вот такой диод вот этот. То есть это все восстановил. Далее было все черно вот в этом районе. Были сгоревшие резисторы R019, R010. Также был сгоревший резистор R011. Все остальные детали целые. Шинка исправная, транзистор исправный полевой. От чего они сгорели не знаю. Возможно вот что здесь вот искры летели. Сюда искры, возможно попало что-то и коротнуло. Данный резистор я уже поменял. Сварочник я уже включил, проверил, запускается, работает. С этой стороны плата выглядит вот так. Владелец сказал, что вот эти резисторы ему постоянно меняют. Ставили один отгорал. Сейчас вот так два поставили. Вроде как работает. Часто он его палит, этот сварочник. Видимо не умеет пользоваться. Для сварщиков что хочу сказать. Когда вы варите, режете сваркой, смотрите чтоб искренне летели на сварочник. Также когда у вас сварочник работает, смотрите чтоб шлейфмашинка, если вы режете, сюда искренне летели. Кому нужна схемка данного сварочника, она есть в интернете, в свободном доступе. Так что кому надо, скачаете вот этот узел, который был ремонтировался. Вот эти резисторы были сгоревшие, диоды вот эти сгоревшие. Если соблюдать элементарные меры безопасности, не мочить данный сварочник, не резать на него, не варить, чтоб он защищенный постоянно был, этот сварочник отработает вам долго. А если вот так вот безобразно им пользоваться, естественно, будете его постоянно носить в ремонт. Будете говорить, что эта техника плохая. На самом деле сварочник нормальный. Сам пользуюсь уже более 10 лет таким сварочником, еще ни разу не сломался. Ну на этом такой вот отчет о ремонте завершен. Возможно, кому-то это поможет. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.